В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Посольство Кыргызстана в Индии прорабатывает вопрос отправки на родину тел Кыргызстанки, а также ее годовалого сына. Отметим, сегодня утром СМИ написали о жестоком убийстве наших соотечественников в столице Индии, которое произошло в ночь на 21 сентября. Как сообщается, в одном из домов района Калкаджи с множественными ранениями были найдены 28-летняя кыргызстанка Маскал Джумабаева и ее годовалый сын. Женщина была на пятом месяце беременности. По данным полиции, в тот вечер она поссорилась с мужем, гражданином Индии, Винаем Чауханом. Женщина после этого с жалобами на боли в животе позвонила подруге, гражданке Узбекистана. Та ее с ребенком свозила в больницу, после привезла к себе домой вместе со своим другом. А утром там были обнаружены тела женщины и мальчика. На месте преступления лежал кухонный нож. В посольстве Кыргызстана сообщили, что полиция Нью-Дели сейчас проводит расследование убийства, допрашивает подозреваемых и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Дипломаты также добавили, что родственники погибших, проживающие в Индии, дали согласие на захоронение соотечественников на территории Кыргызстана. Парень похитил девушку и пытался ее увезти в свое село для женитьбы. Милиционерам удалось пресечь преступление. Как отметили в ОБДД Чуйской области, в милицию поступило сообщение о том, что примерно в 3 часа ночи в новостройке Аккордо-3 неизвестные похитили 20-летнюю девушку. Посадили ее в автомашину марки «Ауди» и уехали в неизвестном направлении. Правоохранители ввели план перехват. Сразу же были разосланы ориентировки на девушку, на ее похитителей и на машину. Примерно в 7.30 утра похожий автомобиль был остановлен инспекторами на посту «Сосновка». В машине были девушка и парень. Последний в ходе опроса признался, что похитил ее для принудительного брака и вез в Токтагульский район. Задержанному ранее за мошенничество экс-депутату Кубанычбеку Нурматову избрали меру пресечения. Решением Первомайского райсуда столицы он заключен под стражу на срок досудебного производства до 20 ноября. В СИЗО ГКНБ. Напомним, задержали бывшего депутата три дня назад. Следствие тогда сообщило, что были добыты неопровержимые доказательства по многочисленным фактам мошенничества в особо крупном размере. По данным ГКНБ, в 2013 году Нурматов, будучи еще аудитором счетной палаты, обманным путем завладел недвижимостью на сумму более полумиллиона долларов. После ареста экс-депутата позже стало известно, что до его задержания 1 сентября парламентский комитет одобрил кандидатуру Кубанычбека Нурматова на должность посла Кыргызстана в Таджикистане. Более того, из Душанбе даже был получен предварительное согласие на назначение его послу. Таможенная служба заявила о законности вывоза китайской компании 17 фур золоторудного концентрата. В ведомстве уверяют, что компания имела лицензию на вывоз за пределы Кыргызстана флотационного концентрата, в связи с чем машины с грузом были пропущены через кыргызско-китайскую границу. Отметим, 10 дней назад депутат Акулу Бердеев заявил, что через пункт пропуска Иркиштам на границе с Китаем пытаются провести контрабандный груз – 17 фур концентрата золота. По словам депутата, этот же груз ранее уже задерживали сотрудники финансовой полиции и завели дело, но пока нет решения суда. Таможенная служба тогда ответила, что выгруженный в контейнеры концентрат стоит на таможенном контроле. Накануне, во время заседания парламента, Бердеев сообщил, что китайская компания Кайди все-таки вывезла из Кыргызстана 17 фур с золоторудным концентратом, но уже через КПП «Достук», который находится на границе с Узбекистаном. В Кыргызстане впервые за долгое время за сутки от коронавируса никто не умер. Последний раз, когда не было зарегистрировано ни одного летального исхода, было 2 апреля. Как сообщает Минздрав, по сравнению со статистикой заражения в тот день, тогда вирус был выявлен у 162 человек, за минувшие сутки случаев инфицирования почти вдвое меньше – 95 подтвержденных диагнозов COVID. Всего же, по официальным данным, с момента начала пандемии коронавирусом переболели более 172,5 тысяч граждан. К сожалению, более 2,5 тысяч заболевших не справились с осложнениями, которые были вызваны инфекцией. Сейчас, как сообщается, в антиковидных больницах лечения получают 553 пациента. Еще 850 лечатся дома, амбулаторно. Сегодня в Кыргызстане отмечается День государственного языка. 32 года назад, 23 сентября, еще Верховным Советом Киргизской ССР за кыргызским языком был закреплен статус государственного. Спустя 15 лет, 2 апреля 2004 года, Джогур Кукиниш принял новый закон о госязыке, однако дата празднования осталась прежней. Сегодня кыргызстанцев с Днем государственного языка поздравил президент Садыр Джапаров. Глава государства отметил важную роль госязыка в развитии страны. Он подчеркнул, что язык является одним из основных символов государственности и атрибутом идентичности народа. Следовательно, по словам Джапарова, каждый гражданин обязан вносить свой вклад в развитие кыргызского языка и обретение им реального статуса государственного. На протяжении 30 лет независимости страны сделано многое для развития государственного языка. Но предстоит сделать еще гораздо больше. В настоящее время перед нами стоит задача достижения полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни. Это является одной из важных благородных целей, стоящих перед обществом, для достижения которой мы имеем и политическую волю, и одобрение всего народа. Этого требует от нас наша история, наше настоящее и будущее. Для перехода дела производства на государственный язык требуется лишь наше желание. Сегодня нами уделяется особое внимание процессу перехода документа оборота на государственный язык в государственных органах. Помимо этого, целый ряд масштабных задач по усовершенствованию функционирования государственного языка находятся на стадии завершения. Поэтому призываю всех граждан нашей страны, чтобы, не ссылаясь на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства, служить ради процветания государственного языка и всего народа. Я глубоко убежден, что кыргызский язык – это не только родной язык кыргызского народа, но и духовное воплощение его чести и достоинства. Пусть будет светлым будущее государственного языка. Поздравляю всех с праздником. До тех пор, пока будет существовать государственный язык, будет жить и суверенное государство Кыргызстан. На этом наш выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на НТС. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...